МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время в нем находится миграционная служба. Недалеко от места взрыва расположен также иранский культурный центр. А примерно в 600 метрах – посольство России. Здание дипмиссии не пострадало. В результате атаки погибли по меньшей мере 13 человек. Несколько десятков получили ранения. Накануне в Дамаске прогремел другой взрыв. Мишенью вчерашнего теракта был премьер-министр Сирии Ваиль Аль-Хальки. Погибло около 10 человек. Сам премьер не пострадал. Израильская авиация нанесла точечный удар по цели в северной части сектора газа. В ВВС страны выпустили ракету по мотоциклу, на котором ехал террорист. Как заявляют в пресс-службе Цахала, погибший Хайтам Зияд Ибрагим Аль-Масхаль, ответственный за недавний ракетный обстрел Эйлата. По данным палестинских источников, в результате авиаудара еще несколько человек получили ранения. Сегодня же в регионе произошел другой инцидент. В Самарии палестинец напал с ножом на израильтянина. В результате тот скончался. Между тем, США продолжают усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Глава американского госдепа Джон Кэрри обсудил этот вопрос с представителями Лиги арабских государств. Встреча прошла в Вашингтоне. Госсекретарь пытался убедить коллег смягчить позицию в отношении Израиля. Кэрри вновь подчеркнул стремление Вашингтона добиться возобновления мирного диалога и вновь высказался в поддержку формулы два государства для двух народов. «От имени президента Обамы я подтверждаю приверженность США обязательствам по урегулированию конфликта и идеи, озвученные в мае 2011 года, создание двух государств, живущих бок о бок в мире. США и делегации Лиги арабских государств сходятся во мнении, что мир между израильтянами и палестинцами будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Это в интересах всего региона и мира в целом». США пытаются убедить арабские страны признать возможность так называемого «обмена территориями» между Израилем и Палестиной. Представители ЛАК с такой формулой согласны только частично. Лига арабских государств считает, что мирное соглашение должно быть основано на создании двух государств, опираясь на границы 1967 года, с возможным соизмеримым и взаимно согласованным незначительным обменом территориями. Монархическое правоприемство в Амстердаме сегодня прошла официальная церемония отречения от престола 75-летней королевы Нидерландов Беатрикс. Она передала корону своему сыну Вильяму Александру, принцу Аранскому. Престолу наследия по-голландски у моей коллеги Нины Шамуги. Легким движением руки монарших особ Нидерланды покончили с матриархатом. Королева Беатрикс поставила точку в 123-летнем женском правлении. Впервые за век на престол взойдет мужчина, который станет самым молодым монархом Европы. Я сердечно приветствую вас всех на этой церемонии. Сегодня я уступаю дорогу новому поколению. Я собираюсь передать монархию своему сыну Вильяму Александру, который возьмет на себя ответственность за эту приятную миссию. Наследный принц, которому тремя днями ранее исполнилось 46 лет, вступил на престол под именем короля Вильяма Александра. Нидерландская корона теперь будет украшать и голову уроженьки Аргентины. Максима Сарегьетто стала королевой Нидерландов. Новоиспеченные монархи своих эмоций не скрывали. Дорогая мама, сегодня вы отреклись от престола после 33 замечательных и вдохновляющих лет правления. Мы благодарим вас за вашу службу. Попрощаться с уже бывшей королевой, которая теперь будет носить титул ее королевское высочество, принцесса Нидерландов Беатрикс, принцесса Аранская Насау, и поприветствовать нового монарха пришли десятки тысяч человек. Центральная площадь Амстердама окрасилась в оранжевый цвет. Цвет правящей королевской династии. Я буду очень скучать по королеве Беатрикс. Я выросла во времена ее правления. Мне будет ее очень не хватать. Завоевать любовь голландцев теперь предстоит новому королю. За ним уже закрепилась противоречивая репутация. Несколько лет назад Уильям Александра окрестили принцем Пилсом за его пристрастие к пиву. Перед монахом, который снискал себе славу обеспеченного человека, ставит важные задачи. В Нидерландах король является главой государства и председателем Государственного совета. Его полномочия заключаются в трех правах монарха – давать советы, предупреждать и поощрять. Однако не стоит забывать и о так называемых спящих полномочиях, которые могут быть реализованы в критических для страны ситуациях. Именно король в случае правительственного кризиса выбирает форматора, который обязан провести переговоры с представителями парламента и согласовать состав Кабмина. Ну а пока, отмечая День королевы, подданные Нидерландов привыкают к смене пола монарха и последовавшим за этим изменением даты государственного праздника. День короля теперь будут отмечать 27 апреля – день рождения Уильяма Александра. Правда, век мужского правления вряд ли затянется. У нынешнего правителя три дочери. Старшая из которых Катарина Амалия приобрела статус кромпринцессы и стала первой в очереди наследников Нидерландского престола. Нина Шамугия, РТВАЙ Сейчас коротко о других международных новостях. Арест и содержание Юлии Тимошенко под стражей незаконно и политически мотивировано. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека. Страсбург вынес единогласное решение по жалобе экс-премьеры Украины. В настоящее время Тимошенко отбывает семилетний срок по так называемому «газовому делу». Президент Объединенных Арабских Эмиратов проводит встречи в Великобритании. Визит пришелся на непростое время в отношениях двух стран. Накануне в Дубае троих британцев, обвиняемых в хранении наркотиков, приговорили к четырем годам тюрьмы. Лондон обеспокоен сообщениями о том, что они подвергались пыткам. Итальянская полиция выдала ордера на арест шестерых исламистов. Их подозревают в заговоре с целью проведения терактов, а также в разжигании расовой ненависти. Предполагается, что они были членами экстремистской группировки, которая готовила теракты в Италии и США. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.